30 и финальный, я думаю, уже финальный час Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Как вы поняли, Мелисса оказалась главной злодейкой в игре. И именно бой с ней будет финальным завершающим. Но на пути к финальному бою осталась еще одна проблема, которая находится вот здесь. То есть моя четвертая сущность, три сущности самого себя я уже победил. Я, наверное, даже четыре победил, это уже пятая будет сущность. Так что сейчас будет еще один бой. Но там, я думаю, по стандартной схеме, вот так же, как я сейчас дрался с этим, то есть обкастуемся, я думаю, проблем быть не должно. Проблема будет с финальным боем. Вот там вообще жопа конкретная, скажу я вам. Так, защиту от страха кастуем. Хотя давайте, давайте призовем монстров тоже. Пару медведей. Беспотную кубу до кучи. Пять монстров у нас будет. Так, теперь все обкастовываемся. Значит, защита от страха. Ускорение давайте. Так, дальше давайте защиту от маки, естественно. Кстати, вот защита от стихии у меня нет. У меня вот это немножко, потому что та сущность меня, с которой все будем драться, на по-моему, кастует огонь. Наверное, защита от стихии бы сработал. Ну, я думаю, справимся, и так. Так, защиту от магии кастуем. Так, защиту от магии кастуем. Не знаю, защиту от очарования надо кастовать. Я уж не думаю, что у нас там кто-то... Ну, вернее, взятие под контроль в теорию, не знаю, он вряд ли его возьмут. Ну, давайте на косту и вообще все, что есть. Чтобы уж точно вопрос не было. Более, кстати, защита от управления, она довольно что-то прокатуется. Хаотический приказ. Ну, то есть, чтобы нельзя было взять под контроль моих персонажей. Так, ну и давайте массовую невидимость напоследок. А, нет, сперва это... А, кстати, этим... Железную и каменную кожу, естественно, магическом... Магическом каменную кожу, само собой. Джахери, железную кожу. Блин, каменный голем-то уже закончился. Пока я тут все кастовал, голем-то уже и все. Сплыл. Так, придется еще на замену кого-то призывать. Ну, давайте пару скелетов. И массовую невидимость. А, да, массовую невидимость и защитную гармонию. Так, ну все, обкастовались. Просто уже дальше некуда. И медведи такие деловые такие идут. Губитель. Я то, что находится внутри тебя. Я предельное выражение твоей силы, божок. Я последняя преграда между тобой и твоей судьбой. Разрушь меня, и этого плана больше не будет. Останется только трон Баала. Но ты не уничтожишь меня, поскольку я губитель. Так, погнали. Отключаем искусственный интеллект. Так, стрелы есть. Прощай, есть. Погнали. В принципе, тут особо можно, мне кажется, даже не... Хотя, давайте попробуем на него магию все-таки кастовать. Давайте... По-моему, землетрясение вроде было. У меня нет. Землетрясение вроде было же. Так, огненная буря. Разве я ее не убирал, почему у меня огненная буря? Слушайте, у меня почему-то книга заклинаний-то, я смотрю, у Аэри не в идеальном состоянии. Я, походу, немножко что-то забыл у нее. Ну ладно. Потом уже. Так, губитель уже легко ранен. Так, костяное лезвие сбивает моих бедных магичек. Убитель пока что легко ранен. Пока что сопротивляется. Так, у главного героя есть же спецспособности, то есть... Здесь вот эта вот лекривая атака. Давайте ее использовать. И у Джахера есть лекривая атака. Все на него. Слушайте, может, у него какая-то защита есть? Может быть, надо защиту у него какую-то снять? Попробуем сейчас защиту с него сбить. Плохо, что вот непонятно. Вот в этой игре вот непонятный. Если на нем засчитаны, она никак не отображается. Кстати, немножко-то урон наносит, я смотрю. Так, Джахера, губитель вот этот эмитет. Так, у него там стальная преграда, кстати, скастована. Давайте, давайте скастуем еще одну защиту. В правом защите еще одну. Ну, он огребает, огребает. Или подождите, мы огребаем. Ранен, губитель огребает потихоньку. Продолжаем гибривые атаки использовать. У этого есть критический удар тоже. Ну, что там, долго еще нет? Тяжело ранен. Ну, все, в принципе, с губителем уже все понятно. Он уже почти мертв. Ой-ой-ой. Так, Минска надо спасать. Что-то он совсем плохо. Так, Минску уводим. Я не хочу тратить таблетку на него. Экономия называется. Так, губитель почти мертв. Ого! Ого! Жесть. Кажется, сейчас придется переигрывать. Джахеру сейчас потеряем. Это так неожиданно. Видимо, у него какая-то защита закончилась. Каменная кожа или что? Она... Блядь, что с Джахерой? Под усыплением находится. Ее сейчас нас там забьют. Точно. Пожалуйста, Джахера, живи. Фух, кажется, все, получилось. Каким-то чудом Джахера выжила. Победа. По 25 тысяч опыта каждому. Главный герой опять повышение уровня очередное. Ага. А вот, кстати, судьба Хинда. Плюс 4. Повторяйте, мы его улучшали. Так, новый уровень у главного героя. Параметры. Давайте вихревую атаку еще одну ему сделаем. Так, отдыхаем. И идем на финальное сражение. С этой... Как ее зовут-то, я уже забыл. Мелиссы. Но перед тем, как заходитесь, опять обкастовываемся. Потому что как только мы выйдем отсюда, то... Сразу будет бой. Обкастовываемся прямо здесь. И сейчас. Так, защита от страха. Всякие там каменные, костяные... Кстати, да, сейчас будем еще эти... Железные кожи. Сколько она действует? 12 часов. Это очень долго действует. Так, у меня у Аэри, оказывается, не... Идеально. С заклинаниями. Так, давайте сопротивление магии. Нет, давайте вообще лечение, что ли. Хотя плохо. Так, здесь... Давайте сплотный слуга. Так, огненная буря вообще не нужна. Призывать Деву давайте. Давайте даже две Деву, что ли. Ну ладно, пускай будет Дева и Элементаль. Финального боя, я уже говорил, призыв очень важен. Так, вот здесь вот за место свободы действий тоже давайте. Защитную гармонию. Ну а заклинание третьего уровня, это уже особо ничего нет интересного. Снятие паралича давайте возьмем. Так, и призыв скелетов давайте. Все, отдыхаем. И теперь вот уже опять обкастовываемся. Защита от страха. Железная каменная кожа. Так, каменная кожа на Емуен. Прикол в том, что там будет бой состоять из шести эпизодов и нельзя будет отдыхать ничего. И заклинания ограничены. Поэтому бездумно заклинаниями транжириться тоже нежелательно, понимаете? Так что, наверное, я сейчас применю... Применю... Невидимость и защитную гармонию. Пока что, наверное, на этом остановимся. Давайте, в защиту от страха я сделал. Массовую невидимость сделаем. И защитную гармонию. Так, сохраняемся, погнали. Финальная битва очень тяжелая и очень долгая. Это самый сложный бой вообще в игре. Твоя судьба почти рядом. У меня все готово, пора заканчивать. Вы еще не готовы. Вы должны пройти через другие испытания, прежде чем пойти дальше. Вы еще не готовы. Вы должны пройти через другие испытания. Я что-то вообще не понял. Что значит? Какие другие испытания? Вы что? Я вообще не понял, что происходит. Что значит? Какие другие испытания? Может я с каким-то боссом не дрался? А, вот тут я еще со своей сущностью не дрался, оказывается. А, это кстати сущность. Это Кирик. Приветствую тебя, потомок моего старого врага. Пришло время поговорить, только ты и я. Так что сначала давай убедимся, что нас не беспокоят твои так называемые друзья. Это частное дело. Так, давай сначала отбросим все формальности. Ты знаешь, кто я? Нет, не догадываюсь. Была надежда, что Бал сделает своих потомков несколько более сообразительными. Неважно. Я Кирик, бог убийства. Не говоря уж о раздоре, лжи и иллюзиях. Я совсем недавно оправился после небольшого приступа безумия. Не то, чтобы для тебя это имело какое-то значение. Просто пытаюсь объяснить, что заставило распространять мое дело повсюду, как сорняк. Теперь, конечно, осталось совсем мало потомков, таких как ты. Я не уверен, что твой темперамент или твое собственное желание заставляют тебя убивать. Но никогда нельзя быть уверенным. Ты можешь представить мою озабоченность? Откуда я могу знать, что ты Кирик? Ты совсем не выглядишь как бог? По сравнению с кем? Какое-нибудь скверное превращение как убийца? Облако дыма? Огромное лицо в небе с громовым голосом? Я здесь только чтобы поговорить, оценить твою угрозу для меня, если такая есть. Если я представляю угрозу для тебя, почему ты меня не убил? Ах, если бы все было так просто. Если я окажусь втянутым во всю эту свару с потомками Баала, могут вмешаться мои собственные противники среди богов. Мистра, а может и Келемвор. Келемвор, кажется. Кажется, даже Ао, создатель, в этом заинтересован. Что очень странно. Он желает, чтобы вся эта заварушка с уничтожением потомков Баала закончилась самостоятельно, без вмешательства остальных. И как и так мне, великому Кирику, предписано наблюдать и присматривать. Если кто-нибудь почувствует угрозу от потомка высшего владыки убийств, то это буду я. Просто нет больше справедливости. Какое-то время я следил за тобой. Очень впечатляюще. Я сделал несколько выводов самостоятельно, но давайте узнаем все из первоисточника. Как долго мне еще бояться тебя? Тебе не стоит меня бояться, у меня нет желания становиться богом убийства. Понятно. Я ожидал, что ты будешь говорить много, Форестеризейшн. Кто бы мог подумать, что этот уровень бездны, этот трон Баала, доставит мне столько проблем. Хм, надо было с самого начала его разрушить. Почему ты не сделал это сразу, как только стал владыкой убийств? Мне это было не нужно. Я этого не хотел. У меня есть свой собственный план в Пандемониуме, и мне там гораздо лучше, чем где-либо в бездне. Очевидно, стоило уделять побольше внимания этому зловещему месту. Но это не важно. Сделанного не воротишь, и все попытки приводят только к проблемам. И я не думаю, не стоит снова ворошить прошлое. Я думаю, не стоит снова ворошить прошлое. Что касается вас, я сомневаюсь, что вы будете искать сферу моего влияния. Если пойдете так далеко, пожалуйста. У меня мало желания увидеть еще одного богоподобного, который может стать возможным противником. Если у вас даже есть некоторая сила, которая ничего не значит. Я думаю, вас нужно протестировать. Вот для чего вы создали эти... Вот для чего вы создали эти маленькие комнаты. Спросите себя. Мистера и Ау не откажутся помочь вам с этого конца, не так ли? Возможно, мы еще встретимся. А сейчас посмотрим, как вы выстоите против моих любимцев. Советую приготовиться. Так, опять битва, но... Я, правда, вообще не обкастованный. Я совсем не обкастованный. Или обкастованный. Чуть-чуть я обкастованный. Так, ну давайте. У нас, кстати, есть как раз время сейчас немножко подготовиться. Давайте защиту от магии пока скастуем. В принципе, ладно, я думаю, справимся. Почему-то битва не начинается. Так, там заперто. Почему битва не начинается, я не пойму. Давайте тогда пока призовем монстров, если она не начинается. А, вот, вот вражеские монстры появились. Все, понеслась. Кто это такие? Это любимцы Кирика, так называемые. Я не знаю, что я не буду. Да, все, все, все. Ну, тут, я думаю, вообще все будет легко. Ой. Магичек в сторону. Ну, вот и все. Все очень легко. Ну, что, теперь-то нас отпустят на финале. Поскольку последний потомок Баала мертв, вы можете теперь войти в правление бездны трона Баала. Как только ты это сделаешь, этот план будет уничтожен навсегда. Сейчас последний раз отсыпаемся, кастуемся и все. Финальная схватка. Снова обкастовываемся. Защита от страха. Че не кастуем-то защиту от страха? Че за жизнь? Я же сказал, защиту от страха. Так, защита от страха. Бездная кожа. Каменная кожа. Защиту от магии, наверное, пока не будем кастовать. Давайте только невидимость. Массовую. И защитную гармонию. Будем экономить. Потому что больше у нас не будет возможности спать. И спать, и, соответственно, у нас заклинания ограничены. Все, погнали. Я предлагаю даже отдельное, отдельное сохранение сделать. Потому что мы будем в будущем сохраняться. Может, придется переигрывать с этого места. Очень тяжелый бой сейчас будет. Бои. Твоя судьба почти рядом. Все, пора заканчивать. Сейчас будет 6 или 7 боев непрерывно. Практически без передышки. Хотя нет, спать-то можно будет. А, нет. Можно будет сохраняться. Спать нельзя. Это Мелисса. Глава 10. Финал. Попав во владение бездны, вы моментально понимаете, насколько чужим вам кажется это место. Воя леденящего душу ветра, вы слышите, что вам здесь не радует. Несколько строений непостижимым образом подвешены в пустоте. Вы не представляете, какая сила способна на такое. Однако вы чувствуете, что божественная сущность вашего мертвого отца уже близко. И место, куда вы попали, на самом деле, трон Баала. Мелисса, добро пожаловать в Ферестеризейшн. Итак, ты наконец нашел дорогу к трону Баала. Но ты должен знать, что пришел очень, очень поздно. Некогда эта часть бездны принадлежала твоему отцу и, возможно, тебе. Но теперь она моя. Со всей сущностью бога. Теперь это место мое, и я правлю здесь, как хочу. Я остановлю тебя любым способом. Я разочаровалась в тебе, Ферестеризейшн. Столько пустых угроз, столько силы. Как тебе удалось пройти столько королевств и не погибнуть, остается загадкой. Но это не важно. Ты неплохо послужил мне. А теперь настало время и твоей сущности перейти ко мне. К моей силе. Так, понеслась битва. Так, естественно, ни о каком искусственном интеллекте. То есть тут только в ручном режиме. Сразу нужно снимать с нее защиту. Сразу. То есть она уже сейчас под защитой какого-то там заклинания находится. Поэтому кастуем пронзающий щит, чтобы снять эту защиту. Все бойцы в бой. Она сейчас еще и монстров будет призывать, как пить дать. Так, развеял я ее чары, нет? Ну, огребает она, я вижу. То есть в Ферестеризейшн Минск наносит урон. То есть сейчас Мелисса огребает. Так, навалились, ребята, навалились. Давайте вихревую атаку. Я не стану терять время с тобой. Мне еще нужно поглотить сущности потомка Вала. И на этом плане более чем достаточной энергии, чтобы занять тебя. Если ты не глуп, ты убежишь. Когда я закончу с сущностями, для меня не будет проблемой забрать в твою. Так, вот она сейчас временно сбежала. Сейчас нам нужно будет гасить источники энергии, откуда она питается. Один за другим. Их всего три штуки. Вот первый. Чтобы погасить, нужно убить еще и охраняющих его монстров. Так, прежде чем продолжим, сохраняемся. Сохраняемся. Сейчас будем плодить монстров туда натравливать. Самых сильных монстров я оставлю на потом. Медведям надо помогать, по идее. Погнали. Погнали. Яна Сибин. Готов? Так, тут довольно легко тоже все получилось. Отходим. Передэксплатируемся сюда. Сейчас будем по второму разу с Мелизой драться. С Мелизой драться. Монстры не ускорены и ничего. Сейчас надо будет подготовиться конкретно, потому что второй раз очень тяжело с ней драться. У нас тяжелее всего и третий, по-моему. Даже не помню. Так, ладно. Значит, давайте призовем... Так, прежде чем начинать, все-таки давайте призовем Планетара, допустим. Или рано. Может быть, Планетара сэкономить? Да что экономить? Давайте Планетара. Вот что? Берет! Давайте еще дисплотного слухи. Так. Защиту от страха. Этих заклинаний у нас полно. Можно не экономить. Ищет вот магии пока экономим. Не транжирим. Ну, давайте ускорение и невидимость. Ускорение тоже, в принципе, достаточно. Кастуй, кастуй. Так, я еще забыл. Защитную гармонию, естественно. Так, защитная гармония и... Массовая невидимость. Так, сохраняемся. И сейчас это... Щелкаем вот по этому бассейну. Вы перекрыли поток, остановив на время Мелиссу. Сейчас она опять появится здесь. И опять ее нужно очень быстро забить. Достаточно. Я собрала достаточно сущностей, чтобы справиться с тобой. Я больше не буду ждать, чтобы покончить с твоей жалкой жизнью. Приготовься отправиться к братьям и сестрам. Предпреждающим. Так, сейчас она бросок. А сейчас она отбросит нас всех. Поэтому магичек сразу в сторону. Отводим. Сразу. И вообще, да и бойцов тоже надо в сторону ввести. Увести в сторону, чтобы они сейчас это... Не были отброшены. Так, все отходим. Хотя нет, подождите. Ничего она вроде бы... Ничего она вроде бы не опрокинула. Так, короче, атакуем ее. А, да, отбросила. Видите, он, священник, валяется без сознания. Теперь можно в атаку переходить. Так, чем магички могут помочь? Вот в чем вопрос. Ну, в принципе, только, наверное, стрелять. Свои прощи и луку пока что. Так, ну... О, аэри не действует. Ее. Оружие? Ну, стрела славы, наверное, не сработает. Ну, давайте попробуем. Че там, священник, без сознания до сих пор валяется? Че стоим-то? В атаку все. Мелисса, здорово. Слушайте, она же под защитой. Нужно защиту с нее сбивать. Взбиваем защиту. Так, ну че, развеял я ее защиту? Действие развеянец. Снятие магии, блин, я непонятно. Непонятно, снял я с нее магию, не снял. Так, легко ранена. То есть потихоньку она все равно урон несет. Так, применяем, значит, вихревые атаки тоже бойцов. Так, и Джакира тоже вихревую атаку. Так, все на Джакиру. Ой, господи. На Мелису накидываемся. Так, Мелисса огребает, отлично. Причем она довольно шуфтор огребает. Так, она, кажется, защиту скастовала. Почему-то урон перестал наноситься ей. Нет, нет, огребает, огребает потихоньку. Нет, слишком силен. Черт возьми, мне нужно больше сущностей. Мне нужно больше силы. Так. Сейчас следующая фаза боя. Сейчас вот опять монстр перебить вот здесь, вот внизу справа. Но сейчас нужно чуток перекантоваться. Тих-тих. Сначала отходим. Перекантуемся. Чуток, подготовимся к бою чуть получше. Залижимся, там раны. Так, у меня что там призванных? У меня есть призванных, только планетар. То есть мне надо снова подмогу. Давайте, допустим. Скелета. Пару медведей. И опять бесплотную услугу какого-нибудь, да? Давайте бесплотную услугу. Так, ну чё? Чё на себя применим? Опять защитную гармонию, в принципе. И ускорение на монстров. Наверное, этого будет достаточно. Кстати, великая порча наведена на моих бойцов. Но она, в принципе, вроде как недолго действует. Так, кожа кора, железная кожа уже, я так понимаю, не работает у нас, да? Ладно, пока, пока прибережёмся. Так, сохраняемся. Так, ускорение нужно. Так, ускорение. Невидимость опять. Хотя по большому счёту тут особо... Мне кажется, с этими монстрами особых проблем быть не должно. Давайте сохранимся. Я просто монстр туда натравлю. А дальше мы уже будем помогать конкретно монстрам. Так, тут эти тролли, которых нужно обязательно добивать слотными стрелами. То есть нужно быть внимательным. Так, если тролль упадёт, сразу нужно это... Добивать. Вот, почти мёртв. Да, вот он упал, сразу кислотной стрелой. И мой янонстр... Так, готов. Готов. Этот готов. Так, ещё один тролль упал, добиваем кислотой. Так, есть. Так, здесь с монстрами тоже справились довольно легко. Вообще, всё довольно легко получается. Это радует. Пока что всё довольно-таки так хорошо у нас. А это самый сложный бой в игре. Ну, я тренировался. Я вчера весь день тренировался. Конкретно вот в финальной битве. Самый сложный момент в битве будет вот именно сейчас, когда третий раз Мелисса появляется. Вот это самая жопа. Так, снова отходим. Передислоцируемся. Кстати, монстры здесь живые у меня. Самая жесть вот сейчас будет. Кастоваться надо. Сейчас вот сейчас надо сохраниться как следует. Вот так, сохранился. Вот сейчас будет конкретная жесть, я вам скажу. Так. Наверное, защиту от магии нужно накастовать. Так, защиту от магии, да? Кожа-кора, железная кожа действует ещё, нет? Наверное, уже закончилась. Естественно, она уже закончилась. То есть, на магичек снова, естественно, кастуем железную кожу, кожу-кору. Она как действует? 10 ударов, и она перестаёт функцировать. То есть, она полностью, кожа-кора, и железная кожа, она полностью поглощает 10 физических ударов. Дальше всё, она исчезает. Так, кожу-кору прочитал. Давайте ещё разочек защиту от страха на всякий случай. У нас, в принципе, таких заклинаний много. Так, защиту от магии давайте попробуем. Вот сейчас вот самый тяжёлый будет действительно бой. Постойим защиту от магии. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, а что пробовать-то? На, надо же по бассейну щелкнуть, все правильно Вы перекрыли поток, остановив на время Мелиссу Субтитры сделал DimaTorzok Так, магичек в сторону, она сейчас наверх передислоцируется Так, остальные все тоже наверх Так, как я думал Субтитры сделал DimaTorzok Так, бойцов, все спецспособности врубаем Так, в этой уже ни крена не осталось спецспособности Так, ну мы вроде кинули какую-то, откачан один уровень Так, это у медведя откачан Я кинул развеивание магии на нее Так, легко ранена, но потихоньку чуть-чуть она огребает Это хорошо Так, камнями, я думаю, в нее бесполезно бросать Нужно следить за монстрами У нас уже, кстати, монстр-то и не осталось То есть призывать на замену Замену уничтоженных новых Так, ну давайте, что тут можно призвать Давайте хоть падальщика призовем Так, это давайте призовет скелетов Так, Мюш очень здорово огребает Так, она ранена Она огребает тоже Она ранена То есть, грубо говоря, половину здоровья примерно сняли с нее Так, призвал, я на выручку еще каких-то монстров Скелет и падальщика Толку мало, но они хотя бы чистят Ой, блядь Такие жидкие травмы, очуметь Слушайте, похоже, этот бой все Придет перевернуть Там какие-то совершенно жуткие травмы она наносит моим парням Так, Минск надо пытаться увезти оттуда Я почему-то сомневаюсь, что это получится Так, наверное, у нее опять какая-то защитная магия Эх, хрен знает Так, пробуем снять с нее магию, если там есть какая-то защитная меню Так, Минск, убегай, уходи Лишь бы Минска не потерять Это будет катастрофа Так, Минска вроде вывелась Ой, блядь Что она там творит? Жуткие травмы совершенно Так, Минск, подключайся Что-то такое ощущение, что у нас не получится, друзья Что-то такое ощущение нехорошее Там опять какая-то, видимо, защита на нее Опять надо как-то все это сбивать, непонятно как Ой, 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 кажется, это конец Минск, так, Минск-труб Что ты хочешь? Она почти мертва Ну вот ее чуть-чуть прям добить Некому добивать, понимаете? Некому Нет, не хватило, немножко не хватило Переигрываем Я говорю, вот этот вот промеж... Вот это вот этап боя самый сложный Я не знаю, как с ними надо драться, чтобы победить Как сложно-то Так, ну по новой обкастовываться надо, что ли? Так, я готов к действию Еще порча заразная, ведена, великая Вот как ее снять? Как эту порчу снять? А хрен знает, у меня нет никаких заклинаний такого рода Что ты хочешь? Я помогу, как я могу Так, каменную стальную кожу Спротивление магии может вообще не врубать на хрен Хотя нет, она там кастует страшные такие заклинания, нет Спротивление магии надо Что я могу сделать? Что я могу сделать? Что я могу сделать? Планетар уже кончился. Попытка номер два. Кстати они ускорены уже, я смотрю, как невидимость. Ладно давайте сохранимся уж, потому что каждый раз перекастовываться тоже не делаем. Щелкаем по этому фонтану. Великая порча, вот что нам мешает. Магичек сразу в сторону. Так все, все остальные бойцы наверх у нас, она естественно сразу наверх вперед. Блин, я забыл отключить путь к интеллект, поэтому они не несутся. Так, сразу пробуем с нее снять магию, скорее всего на ней опять там что-то накастовано. Так, ну и что-то Мелисса. Так. Я просто пытаюсь понять развеял или нет заклинаний. Мелисса, у него опять каменная кожа. То есть опять нужно развеивать это заклинание. Так, ну что развеял? Нет. Так, Мелисса. Нет. Это... Блин, до сих пор она все кастует. Это гребаное развеивание. Сколько можно? Так, Мелисса ранена. Джакейра уже практически все. Отходим ее. Если она вообще успеет уйти. Похоже что... Нет. Джакейра умерла. Так, антимагическая защита развеяна. Ну хоть антимагическую защиту вроде развеяли. Сейчас надо ее бить, бить, бить. Джакейру мы в принципе оживить еще можем. Если что. Наверное. Так, монстров на выручку. Продолжаем призывать. Ой-ой-ой. Не-не-не, тут уже все. Снова переигрываем. Тут уже и Минск помер у меня. Ух. Какой же это сложный бой. Это какая-то жесть просто. Так, ладно, нужно сразу... Нужно сразу уходить наверх. Не связываться с ней. Сейчас. Это блин. Какая-то... Какая-то... Ух. 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 Схем с ним. Вот этой тактикой мы рано или поздно победим ее. Вот немножко не хватает. То же самое. Призванные монстры пускай дерутся там. Отвлекают монстров, а мы все наверх. Снимаем магические защиты с нее и вот туда оперативно добавляем новых монстров замену битвы. Так, там уже все равно монстров не хватает. Туда еще надо кого-то. Еще пару медведей давайте. Ну что тут у нас? Мелисса ранена, потихоньку огребает. Но она и тогда потихоньку огребала. В итоге нам херды. Так, Мелисса огребает, отлично, огребает, огребает Мелисса. Туда мы на подмогу успеваем вроде призывать медведей. Тяжело ранена. Вот сейчас вроде как-то поудачнее все идет. Так, включаем критические удары, там все спецспособности бойцов. Так, включили, тяжело ранен. Ну пожалуйста, ребята, добейте ее. Почти мертва. Так, вот сейчас вот кажется все. Вот это вот один из самых сложных этапов игры вообще. Отлично. Мы ее третий раз уже победили. Нам осталось вот сейчас вот здесь вот монстров добить. И в последний раз уничтожить Мелису, и все. Фух, блин. Ребята, это действительно сложно все. Так, сохраняемся. Спать нельзя. То есть, видите, я не могу восстановить заклинание. Вот сюда кидаем всех монстров, какие у нас есть. А мы уже подключимся по... Чуть позже. Да блин, куда же вы... Монстры все туда. Блин, я забыл скастовать защиту от очарования. Надо скастовать. Там потому что это... Как его? Которая околдовывает. Так, давайте скастуем защиту от очарования. То есть, хаотичные приказы на наших парней. Там есть нимфа, которая очаровывает. Понимаете? Поэтому... Надо обязательно защиту от очарования поставить. Видите, вон она там поет. Слышите? Она и медведей может очаровать запуск. Которых я туда отправил. Вон они уже все. Они уже закончились с моими монстрами. И уже непосредственно ко мне идут. Ой, блядь, они еще кинули там какое-то ядовитое облако. Отступаем. Пьем таблетки. Пьем таблетки. Так, переходим в атаку. Павшая Салар. Вот у этих мерелитов, кстати, у них это... У них защита от магии. Нужно с них магию еще сбивать. Так, пробуем сбить магию. Да кастуй ты, сука, блин. Как медленно она кастует. Что, замочили героя, что ли? Главного героя замочили. Но я сохранился. Загружаемся. Как раз вот перед тем, как туда сейчас натравливать монстров, нужно сразу защиту от очарования применить. Все уставшие, как собака. Я хрен знает, как это сказывается на характеристиках, то, что у них усталость. Но точно не положить. Так, я накастовал. Так, на монстров тоже надо накастовать сейчас невидимость и ускорение. Ой, подождите, невидимость. Невидимость в последнюю очередь, иначе я ускорение не накастую. Так, защита от страха на всякий случай. Кайк тоже будет. Ускорение. Время вызова каменного голема и стекло. Над кого-то за место него тогда. Давайте нишу. Так, кастуем. Защитную гармонию. Невидимость и погнали еще в попытку номер два. А, кстати, все вот эти вот каменные кожи тоже... Как же. Доброе время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok